Всем доброго дня! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня у нас речь пойдет о картошке. Смотрите, я иду между рядков своих. Вот стою, вот она мне по пояс, картошка. Цвет очень хороший. Ну, я думаю, что дожди идут, картошка будет хорошая. По всему участку у нас посажено картошки трех сортов, где-то соток пять. Меня удивляют, ладно, у людей, у кого по двадцать пять соток, тридцать соток, гектары. Да, и они обрабатывают этой всякой химией. Но когда дачники, имея на участке даже две, три сотки, пять даже от силы, и обрабатывают все этими химическими препаратами, я прямо возмущаюсь. Почему у нас нет колорадского жука на картошке? Вот она картошка. Вы не увидите ни одного колорадского жука. Я пройду. Вот она вся картошечка на виду. Вот если вы увидите хоть одного колорадского жука, мне скажете. Вот она. Видите, вся картошка у нас чистенькая, без единого жучка. И я хочу рассказать свой обычный способ. Никаких секретов у нас абсолютно нету. Почему у нас на участке нет колорадского жука? Если интересно, оставайтесь со мной. И я подробно сейчас расскажу, как мы предпринимаем меры без всякой химии, чтобы у нас на нашей грядке, где растет картошка, не было колорадского жука. Вот я прохожу. И видите, ботва какая высокая. И она вся чистенькая, без жука. Переходим на второе поле. У нас экспериментально. Здесь у нас уже цветает картошка с сиреневым цветом. Это темная у нас картошечка. И то же самое. Вы не увидите здесь ни одного колорадского жука. Абсолютно. Не думайте, что мы там стряхнули или нет. Их просто невозможно стряхнуть, если они есть. Вот у нас все поле. У нас чистенькое. Вот идем к третьему участку нашего. Здесь другой сорт. Вот она. Цветет такими цветочками. Как видите, картошечка чистая. Это еще у нас участок. Вот он. Видите, какая ботва. Вот земля. Вот она такая высокая. Здесь она уже как бы цветает тоже. Возле капусточки, возле моркови, лук. Лук у нас уже начинает падать. Это говорит о том, что он уже начинает созревать. В чем же секрет, что у нас нет колорадского жука на картошке. Начинаем мы подготавливать картошку к посеву. Мы ее вытаскиваем с подвала. И она у нас хранится где-то месяц до посева. Клубни я пересыпаю древесной золой. И хорошенечко проливаю. И не сухой, а именно смачивавши, немножечко сбрызнувши эту золу. И рассыпаю по картошке. Это первое. То, что мы делаем. Второе. Когда только начинает показываться рост картошка, жуки сразу же атакуют. Вот здесь нужен ручной сбор обязательно. Мы собираем этих жуков колорадских полосатиков прямо в пластмассовые бутылки. Набираем, а потом эти бутылки закручиваем и убрасываем в мусорку. И никаких потом проблем нет. Третье. Как только кустик начинает развиваться, делаю такой раствор. Два килограмма золы беру на 10 литров воды. 5-6 часов он настаивается. А потом беру 1 литр, развожу в 10 литрах воды раствора. И ходим и обрызгиваем наш этот участок зольным этим раствором. Очень хорошо в этом году нам еще помогла хорошая обработка, когда начала цвести наша вот эта картошка. Это мы сделали обработку. Взяли 200 грамм сухой горчицы, растворили в 10 литрах теплой воды, добавили 100 миллилитров 9% уксуса. И этой жидкостью во время цветения опрыскали сверху. Старались обрызгивать не только наверху, но и под низом старались, чтобы листики наши обрызгались вот этим раствором. Делаем мы обработку утром рано, и мы встаем в 6 часов. Или же нужно делать обработку на ночь, в теплую погоду, чтобы была градусов 20-25, вот такая погода безветренная. И, конечно, смотреть, чтобы не было дождей, чтобы хотя бы постояли наша картошка несколько часов, чтобы именно вот эта обработка пошла на пользу. Ну вот все наши секреты того, что у нас картошка, как видите, чистая, высота огромная, цветет прекрасно, и ни одного колорадского жука.